МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Возрождение духовного центра села. В Новоскойском районе реконструируют старинный храм при поддержке Фёдора Клюки. На новом мясоперерабатывающем заводе промагра продолжаются пробные убои. На завершающей стадии автоматизация комбикормового завода в Роговатом. Село Тростенец. Живописное место, затаившееся в лугах Новоскойского района. Поселение существует уже почти 400 лет. Духовным центром Тростенца является деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Уникальное сооружение было построено без единого гвоздя. На кирпичном фундаменте еще в конце XIX века. Храм является трехпрестольным, что для деревянных храмов не является особенностью. Деревянные храмы строились обычно однопрестольные и гораздо малых размеров. А этот храм, благодаря вот этим вот четырем колоннам, которые есть, был расширен. И в нем сделано было три престола. Вот. И для того, чтобы количество прихожан, а их на начало века, было более тысячи человек. Поэтому, дабы вместить это количество, был именно придуман такой вариант, что деревянный, но с особенностями уже архитектуры для каменных храмов. В 20-е годы храм был закрыт и переоборудован подзернохранилище. Иконы и по золоту со стен вывезли. Жестеную крышу разобрали, а доски, которыми было обшито здание снаружи, растащили. Но храм выстоял. И в годы Великой Отечественной войны в нем вновь начались богослужения. С тех пор святое место всегда было открыто для верующих. Металлическую обшивку фасад здания обрел в 70-е годы, согласно нормам противопожарной безопасности. Но, как известно, дерево и железо не дружат. Дубовый сруб стал подгнивать, в результате чего дала крен колокольня. А сейчас даже алтарный крест тоже похилился. Больно смотреть, конечно, на это. Душа верующего человека и православного желают, чтобы храм восстановили. Желательно, наверное, чтобы он немножко был похож на храм, который первоначально создали. Дело развивается, живет. Да, и поэтому, для того, чтобы оно у нас прекрасно жило, нужно, конечно, восстановление храма. Тростенецкий храм – уникальный памятник деревянного зодчества. Подобных сооружений на Белгородчине нет. Своими силами сохранить святыню с каждым днем становится все тяжелее. Говорят, в местной администрации и духовенстве за помощью они обратились к неравнодушным людям. Возникла идея создания попечительского совета. Самый опытный в этом направлении – это Клюка Федор Иванович. Мы к нему обратились с такой инициативой, потому что он у нас возглавлял попечительский совет при строительстве храма в селе Голубино. И имеет огромнейший опыт в этом направлении. Совсем скоро храм обретет свой первоначальный облик. Во время реконструкции планируют укрепить фундамент, восстановить два боковых входа, отремонтировать купол и колокольню, обшить фасад доской, а внутри помещения вернуть деревянным стенам естественный цвет. Федор Иванович Клюка уже перечислил 2 миллиона рублей на благое дело. Тест-драйв для мясоперерабатывающего завода. На новом МПЗ «Промагра» продолжаются пробные убои. Специалисты настраивают технологические параметры, постепенно наращивая мощность. Тестирование оборудования и обучение производственного персонала проходит под контролем специалистов фирмы-поставщика оборудования «БАНС». Смотрим, как люди работают, как привыкли к линии и стараемся передать больше знаний, умений, персонала, чтобы цех работал на полную мощность, без остановок. Работа оборудования в целом удовлетворительная. Возникают иногда какие-то вопросы, но они быстро и оперативно решаются. И в целом можно сказать, что объект практически готов к запуску эксплуатации. Основная задача на сегодня – синхронизировать работу всех узлов, равномерно распределить нагрузку по линии. За всеми работами в убойном цехе наблюдают технологи в Германии через систему удаленного доступа. Фирма «БАНС Германии» имеет возможность в режиме онлайн контролировать работу оборудования всей линии на каждом этапе. И при возникновении какой-то ситуации может оперативно подсказать персоналу, работающему здесь, для решения той или иной проблемы. То есть это всегда очень хорошая помощь для персонала. То есть нет необходимости приезжать, ждать какого-то специалиста. Все можно решить буквально в одном моменте. Скорость линии убоя на новом мясоперерабатывающем заводе «Промагров» четыре раза выше, чем у соседа-предшественника. Производственный персонал постепенно привыкает к работе в новом темпе. Сложностей нет. Нужно просто привыкнуть к скорости. Скорость очень большая, конечно. Тестовые убои показали хорошее качество оборудования. Люди уже привыкли. И нету того страха, который был первоначально. Следующий шаг – это выйти на производственную проведу. Убой где-то две тысячи голов в сутки. Сегодня строители завершают отделочные работы в административно-бытовом корпусе и галерее, соединяющей здания АБК и производственные помещения. Близится к финалу и благоустройство территории завода. Оборудованы контрольно-пропускные пункты и дисбарьеры. Было уложено 15 тысяч квадратных метров асфальта и разбиты газоны на площади около 6 тысяч квадратов. На комбикормовом заводе «Враговатом» завершается монтаж поточно-транспортной системы, которая позволит максимально автоматизировать производство, управлять процессом приема, очистки и сушки зерна, а также подавать сырье в нужном объеме на завод будет один оператор. С утра и до позднего вечера на площадке комбикормового завода «Враговатом» суета. Завершается монтаж металлоконструкции рабочей башни, соединяющей два зернохранилища объемом 15 тысяч тонн. Высота ее на последней отметке будет 31 500. Но учитывая, что есть транспортное оборудование, это ковшевый элеватор Нория, можно так сказать, то она будет поднята на отметку 33 метра. Связующим звеном между рабочей башней и комбикормовым заводом стал транспортный мост. Средняя скорость движения зерна по нему составит 5 метров в секунду. Зерно поступает от зернохранилища номер 1, номер 2, по транспортной галереи, по транспортному мосту, то есть где будет установлен конвейер скребковый, и таким способом будет передаваться зерно. Такой способ подачи сырья не только экономит время, но и является более гигиеничным. Зерно не соприкасается с окружающей средой. Автоматизация имеет и экономический эффект. Сегодня в сутки завод потребляет 160 тонн зерна. Чтобы доставить сырье с элеватора, необходимо 8 машин. С запуском поточно-транспортной системы в этом не будет необходимости. Это очень много задействовано сил, таких как автотранспорт, погрузочное какое-то оборудование, чтобы это все перемещать и доставлять. Здесь это все решается в комплексе, в автоматическом режиме. Параллельно идет монтаж авторазгрузчика, гидравлических платформ для боковой и вертикальной разгрузки машин. Зерно отсюда поступает в бункер, а далее идет по маршруту с заданным оператором. Замирается маршрут и по элеватору, по сборному конвейеру, потом включая транспортное подъемное оборудование, это нори, она поднимается, сбрасывается по самотекам и вот так перемещается потихоньку-потихоньку в конечные точки. Цепные конвейера имеют внутри тяговый орган, который состоит из цепи. На цепи имеются лопатки, которые перемещают уже зерно по конвейеру, внутри короба. Монтаж металлоконструкции рабочей башни планируют завершить к 5 сентября, после чего начнется процесс подключения оборудования и его наладка. В начале октября состоится пробный пуск поточно-транспортной системы автоматической подачи сырья. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ